Легкий воздушный бисквит и нежный крем. И все это за 20 минут. Любите почаевничать? Я тоже. Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите Кулинарную пропаганду. В доме куча детей, пардон, операторов, и любые сладости живут совсем недолго. Я небольшой любитель тортов, пирожных и прочего, но иногда возникает желание стрескать что-нибудь эдакого. И вот именно эдакого и не оказывается в наличии. В большой семье клюв не щелкают. Поэтому сладости я готовлю сам, но предпочтение даю таким, которые готовятся очень быстро. Постоянные зрители канала наверняка помнят и маффины, и яблочные крамблы, и овсяные печенья, и десерты слоеного теста. Сегодня покажу простейший рецепт классического швейцарского бисквитного рулета. И, как водится, тонкости приготовления тоже обязательно упомяну. Пойдем на рабочее место. Хотя подождите. Спонсор сегодняшнего выпуска – отличный канал Чеховские проходимцы. Интересные покатушки и курьезы на квадроциклах ждут тебя на канале Чеховские проходимцы. Если ты любишь подобный экстрим, то этот канал именно для тебя. Жми на кнопку или ссылку в описании. Так что смотрите нас, а мы будем дальше тестировать вам снегоходы. Итак, сначала займусь приготовлением взбитого бисквита. Для того, чтобы он быстрее взбивался, делать это удобнее на водяной бане. Поэтому сразу ставлю нагреваться воду. Бисквитное тесто после взбивания нужно как можно быстрее отправлять в духовку. Поэтому сразу подготовлю форму. Выстелю ее бумагой для выпечки. Форму лучше брать с тонким дном. Так тонкий бисквит лучше выпекается. В сегодняшний рецепт я утянул из книги одной из самых, наверное, известных в мире кулинарных школ Le Gordon Blue. Сначала надо взбить яйца с сахарной пудрой. Делать это быстрее на водяной бане, как я уже сказал. Не обязательно использовать именно сахарную пудру. Можно и мелкий сахар. Но с пудрой взбивается, конечно, все гораздо быстрее и легче. Взбивать надо до тех пор, пока смесь станет достаточно плотной, чтобы не растекаться. Пудру из сахара я делаю сам, в кухонном комбайне. А вы можете использовать кофемолку. Вот смотрите, отличная консистенция. Теперь достаю посудину из водяной бани и продолжу взбивание до тех пор, пока смесь не остынет. Она при этом станет еще более плотной. На остывание обычно уходит 3-5 минут. Все зависит от того, насколько много тепла взяла в себя ваша посудина. Ну и скольки яиц вы готовите без слив. Вот. Смотрите, что получается. Отлично. Теперь надо добавить просеянной муки. И продолжить взбивание до однородности. Думаю, что этого хватит. Да, забыл сказать. Духовка у меня все это время греется. Выливаю тесто в форму. Выбирайте форму такого размера, чтобы слой получился примерно 8 мм. Воспользуйтесь штамплициркулем. От 200 мм до сантиметра будет вполне нормально. Чем тоньше, тем легче потом будет рулет сворачивать. Разравниваем. Так, чтобы более аккуратные края получились. И в таком виде в духовку. Выпекайте бисквит при температуре 190-200 градусов. 4-5 минут. Это, конечно, если ваша духовка не подбирается температурой. Пока бисквит печется, приготовлю начинку. Это будут взбитые сливки. У меня 20-ти процентные. А вы можете использовать другую начинку. Например, сюда прекрасно подойдет вот этот замечательный соус. Сливки с лимонным соком или соком лайма. Или можете вообще использовать варенье или джемом все замазать. Сливки отлично взбились. Я добавлю сюда немного вишневого джема. И перемешаю. Все готово. Кстати, бисквит тоже уже готов. Надо вытащить его из формы и положить остывать на решетку. Начинка готова. Бисквит остывает. Пока займусь приготовлением ромовой пропитки. Конечно, элемент совершенно необязательный. Но готовится просто, быстро. Вкус великолепный. Почему бы не приготовить? Немного рома на сковородку. Сахара сюда же столовую ложку. И спирт надо удалить из пропитки. А как это делаем обычно мы? Пироманы. Правильно. Вот так. Вау. Ароматы обалденные. Надо проверить, что там с сахаром. Отлично. Добавлю, пожалуй, немного лимонного сока. Так, чуть-чуть для легкого-легкого намека на кислинку. И выключаю нагрев. Бисквит остыл. Пора скрутить рулет. Делать это удобнее так. Сначала аккуратно отделяю бумагу. Надо постараться не повредить этот тонкий корж. Отлично. Смотрите. Теперь подровняю лист. Обрезки можно съесть. А дальше, думаю, все понятно. Полотенце. На него бумагу. На бумагу кладу корж. Верхней стороной вверх. И начинку. С начинкой дело обстоит так. С одной стороны оставляю свободным край примерно в 2 см. А с другой накладываю начинку. Почти до самого края. Но, смотрите. С этой стороны слой начинки большой, а вот с этой стороны он входит на нет. Сворачиваем. Вот эти 2 см и загибаем при помощи бумаги. Потихоньку. Полегоньку. Вот так. Смотрите, лайфхак от поваров Le Gordon Blue. Как можно уплотнить рулет. Лист бумаги. На него кладу нож с длинным лезвием. Сверху рулет. И сворачиваю. Вот так. А теперь нож тяну в одну сторону аккуратно. А лист бумаги в другую. И рулончик затягивается. Готово. Уже можно есть. Но, напомню, у нас же есть еще и пропитка. С пропиткой-то будет еще вкуснее. Ароматная. Вкусная. Ну и сахарной пудрой для красоты. Если этот рулет простоит хотя бы полчаса, то будет гораздо вкуснее. Пропитка свою задачу выполнит. Так что я подожду. Вот и настало время снять пробу. Нежный бисквит. Мокрый от пропитки. Насыщенный ромовый вкус. Легкая кислинка лимона. Воздушность взбитых сливок. Мощно вступает в вишня. Но, как и всегда, все плюсы у нас уравновешиваются минусами. Остановиться очень сложно, а калорий много. Но, с другой стороны, прекрасный повод тренировать силу воли. Рекомендую. Готовьте. Экспериментируйте с начинками. Понравилось? Вы знаете, что надо сделать. Новые зрители, не забудьте подписаться. А то потом потеряетесь, расстроитесь. Загляните в плейлисты канала. Там уйма классных рецептов. Всем напоминаю, что у сегодняшнего выпуска был спонсор. Канал Чеховские проходимцы. Ссылку вы найдете в описании видео. А с вами был Дмитрий Фреско. Спасибо всем за компанию. Всем пока.